сейчас обустраиваю здесь домик для дымки как и в прошлом году все то же самое значит кто не смотрел кто не знает дымка живет здесь на улице всю зиму вот домой она не идет она помещение боится она укрывается от морозов или здесь в теплице я здесь дверь оставляю приоткрытой или бегает к соседу соседа тоже есть где укрыться от мороза вот смотрите значит вот такая есть тумбочка вадик оттуда вытащил внутреннюю перегородку то есть как вы понимаете это тумбочка как бы стояла так вертикально на вот они ножки вот здесь была перегородка вот здесь значит вот вадик ее вытащил и получилось сплошное вот такое пространство вот такое то есть очень удобно открыть вот эти дверцы и допустим здесь убраться вот видите грязно то есть дымка здесь уже спит потому что тумбочка стояла несколько дней так но как бы пока я ее сильно не утепляю потому что на улице еще более-менее тепло заморозков не было вот кусок от старой крыши значит вот так тумбочка вот туда вовнутрь я еще конечно положу всяких тряпочек это пока старый коврик здесь лежит там дальше можно будет еще у меня тряпья полно дома найду что положить дальше вот такие коробки в которых были скамейки вот такие решили их не выбрасывать и не сжигать значит смотрите что я сделаю коробка плотная она хорошо будет держать тепло в общем я решила вот так сделать вот она смотрите прям почти почти подходит по размеру то есть я вот так ее одну коробку сделаю вот а а вторую с другой стороны также мне просто одной рукой неудобно ночью вот так я сделаю так но я сейчас поровнее конечно сейчас все выпрямлю вот а сверху накинул одеяло старое и будет хорошо вот эти коробки как будто прямо для этой тумбочки по размеру так мы вот лежит одеяло сверху еще одеяло наброшу и все и там вот будет вот такой домик но естественно постелю побольше помягче побольше помягче я думаю будет нормально ну вот такой осенний вариант домика готов вот туда будут залезать и все это будет теплышко мы приехали к сыну ему нужно поменять люстры значит вот эта люстра пойдет ему в спальню вот такая я потом ее покажу когда уже повесим вот сын выбирал сам эти люстрочки значит это вот в спальню вот из той же серии люстра в зал вот она выполнена в таком же дизайне только здесь четыре плафона и вот эти плафоны можно в разные стороны в общем то отодвигать вот вот такая люстра сейчас у меня вадим здесь занимается как раз этими люстрами так в коридор будем вешать вот эту лампу вот у нее плафон такой же то есть того же производителя и на кухню на кухню пойдет вот такая люстрочка вот такая лампа кухня маленькая поэтому вполне будет этого достаточно так ну когда повесим я вам покажу ну что повесили мы лампы значит здесь вот такая лампа здесь правда инструменты наши лестница ну в общем я вам покажу коридорчик здесь прихожая вот такая сын живет один как бы ему хватает у него все скромно лишнего ничего нет он любит минимализм так дальше вот это его зал вот так повесили мы люстру здесь мне нравится что можно регулировать в разные стороны мы повесили а сын уже сам повернет вот эти плафоны в какую сторону ему надо мы так просто сейчас по своему вкусу сделали ему вот а дальше уж он на работе придет сделать сам так ну вот такой зал тоже в общем то просто есть все необходимое без без излишеств так дальше в спальне в спальне вот такая лампа у сына порядочек ни одной пылинки нет так это я всем всем привет нет люстры да муж мне делает замечание почему я называю не люстры а лампы и на кухне на кухне вот так и значит со временем вот здесь да сын жалюзи сделает это я понимаю все никак то времени нет то денег не хватает в общем то одно то другое как говорится известная причина так ну и кухонка кухонка конечно небольшая но ему вполне хватает кухне он делал на заказ так плита здесь ну плиту конечно ему надо помыть чуть-чуть бардачок на плите он наверное готовил ну в общем вот как то так у него здесь даже стиральная машина влезла вот здесь мусорное ведро здесь всякие шкафчики вот машинку пришлось брать конечно самую самую узкую и выбор моделей был невелик поэтому вот это единственное которую мы в общем то нашли вот сюда ну и здесь холодильник микроволновка вот здесь вот место пустое есть я не знаю может со временем сюда какие то шкафчики повесить но пока сын не хочет он говорит не хватает одна дамочка со мной так по поводу вот этой мойки спорила она у вас так неудобно стоит и нужно тянуться мыть чтобы мыть посуду ничего не надо тянуться вот смотрите вот я подхожу вот спокойно вот пожалуйста открываю кран и мою посуду что где здесь надо тянуться ну где ничего не надо вот я спокойно подошла вот пожалуйста вот все нормально куда тянуться то люди здесь не живут а спорят вот я не люблю так понимаете может быть на камере то может быть смотрится так я не знаю что она прямо вот в углу в самом но на самом деле все удобно вот вот я спокойно подхожу и все куда тянуться ну вот здесь рядом с плитой обязательно рабочая поверхность должна быть обязательно нельзя же раковину вот сюда вот совсем близко к плите поставить вот она нормально стоит и с этой стороны рабочая поверхность тоже есть и вот столик вот он очень удобно все сделано так что не надо мне ля-ля ну все заканчиваю я репортаж свой нам надо зайти к маме и ехать по делам дальше а много блинов много ну восемь штук там да хватит ой миш ты что это а веревочка опять увидел да давай поздоровайся по тебе все соскучились как он на солнце прям блестит прям блестит и убежал солнышко ага скатерти смотреть да да ага сейчас ты зацепки наделаешь миш миша принесла скатерти маме вот такие новенькие а вот мишка их уже проверяет ну давай проверяй пойдут тебе такие ага проверяй проверяй угу лучше б с пакетом играл на тебе пакет он шуршит на сейчас зацепку наделаешь миша на на не хочет пакет не привлекает ну-ка посмотри сюда то посмотри толстый ты толстый толстячок иди на солнышко сюда иди иди сюда на солнышко иди 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 мы на тебя толстого поглядим посмотрим ну-ка хе-хе ой а где твои тарелки мишань а вон они вон они тарелки твои иди на окошко иди слушай а блестит правда как прям смотри-ка о вот так хе-хе-хе разыгрался а все 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 оп вот так ага ага все убрали от тебя скатерти все убрали хе-хе да скажи вот такой я толстый стал вот такой толстый толстый вот такой а кусаться кусаться а не трогать тебя да тебя не трогать все у меня камера садится миша камера садится у меня хе-хе кусай кусай оп я жарю блины всегда на двух сковородах но вот таким интересным способом сейчас я вам лайфхак покажу тесто как всегда для любых блинов смотрите значит вот здесь у меня блин с одной стороны уже готов я его перекладываю вот на эту сковородку и дожаривается он здесь а сюда я заливаю свежую партию и получается очень быстро вот здесь уже блин поджарился почти я еще успеваю в промежутках смазать сливочным маслом и уже вот этот блинчик на подходе вот такой конвейер это намного быстрее чем жарить на двух сковородках и и проще вот так раз два и готово 2 смазать ну так и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Напишите в комментариях, кто-нибудь жарит таким же способом блины. Продолжение следует... Продолжение следует... Значит, сейчас буду рыбу чистить, потрошить, вырезать жабры. Ну и дальше вам весь процесс покажу. Просто мне немножко неудобно. Руки все в рыбе, грязные. Тут еще снимать приходится. Вот. Так что я вам буду снимать сюжетами отдельными. я почистила рыбку распотрошила ее вычистила жабры натерла вот такой приправой для рыбы и сейчас уложу ее в форму для запекания форма у меня вот такая кто-то из моих подписчиков спрашивал где вы взяли такую форму значит, объясняю мне подарили девочки мои на севере, на моей работе то есть мой коллектив мне подарил там набор из трех вот таких форм и они все разного размера вот эта самая маленькая там есть побольше, ну и еще больше значит, смотрите форму я слегка смазала маслом прям тонким слоем нарезала лук кольцами и сверху сейчас положу сюда рыбку она как раз вместится по размеру то есть это будет форель на луковой подушке можно лук побольше сделать прям вообще вот так густо-густо ну, я думаю, нам нам с мужем хватит больше, наверное, рыбу никто есть не будет рыбку сверху я смазываю растопленным сливочным маслом и отправляю в духовку минут на 20 запекать буду при температуре 200 градусов духовка должна предварительно быть хорошо разогрета девчонки, у меня в доме не оказалось лимона так можно было внутрь туда лимончик положить но, к сожалению, забыла купить так, ну, давайте смотреть ой, что тут с рыбой ой, ну что, я думаю надо ее вытаскивать красавица какая рыбка эх, как же я про лимон-то сегодня забыла ведь была в магазине, а забыл лимон купить друзья мои, уже темнота время без 29 я закончила, наконец-то, работы все здесь на кухне рыбу приготовила картошка у меня доваривается мятую сделаю и борщ доваривается все, на завтра я, как говорится, упакована можно пару дней к плите не вставать так, сейчас пойду, сяду за компьютер буду отвечать на все ваши вопросы комментарии, которые вы мне во всех мессенджерах задаете, во всех соцсетях вот, а потом буду работать буду работать значит, сейчас я изучаю, опять же, вопрос по инвестициям в общем, хочу кое-что еще докупить и буду искать дальше продолжать какие-нибудь интересные отели куда можно было бы рвануть на отпуск у меня уже списочек есть да, и так так, сегодня, девчонки, уже четвертый день и у меня онемел подбородок уже я ж не буду отдельно прям каждый день снимать какие изменения, да я просто вам говорю что вот на четвертый день у меня онемел вот это вот вот это место а пока все остальное без изменений немножко уже чувствую вот здесь около носа тоже, в общем-то что-то уже начинает происходить вот в этих местах вот, ну дальше будет видно так, друзья, все спасибо вам за внимание что вы смотрите мои видео до конца ставьте лайк кто не подписан подписывайтесь на мой канал я рада новым друзьям я вас всех люблю целую всем здоровья с вами была Татьяна Суботина до новых встреч всем пока субтитры сделал DimaTorzok